Неаккуратное начало движения, скоростные маневры или резкое торможение. Все это может стать причиной падения пассажиров в общественном транспорте, а значит причиной дорожно-транспортного происшествия. В прошлом году в городе произошло 188 ДТП с участием автобусов. 37 случаев – это падение пассажиров в салоне. Немногие жители города знают, что если они получили травму от такого резкого маневра, нужно вызывать ГИБДД. Если вдруг едет автобус и вы падаете, что мы будем делать с этим? Я буду делать с этим. Вы же упали? Встану да пойду. А это считается ДТП. Знаете ли вы об этом? Нет, не знаю. Позиция «встану да пойду» довольно распространена, рассказывают сотрудники госавтоинспекции. И только вечером того же дня, когда последствия от удара дают о себе знать острой болью, пассажиры становятся пациентами. В ГИБДД поступает информация из медучреждения. И начинаются разбирательства по уже остывшим следам. Очень часто пассажир не может вспомнить, на каком автобусе он ехал. Он не знает ни государственных регистрационных знаков, и зачастую даже не помнит номер маршрута, что усложняет поиск самого водителя. Ну и водителю нужно быть внимательным. Если упал в салоне пассажир, то даже если он ушел, необходимо вызвать сотрудников госавтоинспекции и оформить дорожно-транспортное происшествие. Потому что данный пассажир может по истечении нескольких дней обратиться в медицинское учреждение. И водитель тогда будет привлечен за уезд с места происшествия. Как вести себя в случае такого ЧП, сотрудники дорожной полиции периодически разъясняют водителям автобусов. Проводят ликбез. Рассказывают, что надо остановиться, вызвать скорую, выставить знак аварийной остановки. Тогда к водителю претензий не будет ни у пострадавшего, ни у полицейских. Все зависит от водителя, от его манеры вождения. Какая должна быть манера вождения, чтобы по маршруту успеть и в ДТП не попасть? Ну, спокойная манера вождения. Трогаешься спокойно, не летишь, сломя голову. А сейчас с таким количеством транспорта у нас графики не укладываешь, потому что пробки сбиваются с утра, с обеда, с вечера. Любителям общественного транспорта инспекторы объясняют, замалчивать свое падение не нужно. Боль, а как показывает практика, пассажиры получают в основном повреждения легкой и средней тяжести, компенсирует страховая. Пассажир, в свою очередь, также должен знать, что падение – это дорожно-транспортное происшествие. И если он упал, он должен сообщить о получении травмы водителю либо кондуктору. И, соответственно, они должны действовать в соответствии с правилами дорожного движения, ждать сотрудников госавтоинспекции и прибытия скорой медицинской помощи. Пока одни торопятся, другие получают травмы. По мнению жителей региона, водителям, особенно транспорта малой вместимости, надо бы поучиться осторожностью. Как оцениваете, у нас водитель аккуратно водит? Смотря какие водители. Их хорошие, добропорядочные водители есть, и такие наглые водители тоже есть. И водители неправильно себя ведут, и агрессивно ездят, и с людьми очень плохо общаются. На замечания вообще начинают ругаться, реагируют очень плохо. Еще как перестраиваются. Едешь и думаешь, доедешь или нет. Доедешь или нет, и не знаешь. На водителя, надеясь, я сам не плаша, уверены дорожные полицейские. Для пассажиров они разработали памятку поведения в общественном транспорте. Основные ее тезисы таковы. За поручни надо держаться крепко. По телефону не разговаривать и сообщения не писать. Следить за дорогой. И не расслабляться. Машина – средство повышенной опасности. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова